вот такие вот получились прекрасные штучки которые мы сейчас с удовольствием кто съест а кто и сожрет сильно не завидуйте дома можете сделать то же самое все в гостях у меня это не расизм черненькая цель визита ко мне на кухню с тем чтобы мы с вами попробовали приготовить пасхальные куличи я пришел лично поесть не знаю а я пришла немножко рассказывать рассказывать мы все люди мы можем поэтому быть и к этому готовы почему вообще родилась идея этих пасхальных куличей у меня у меня пасха это очень семейный праздник особенно в свете последних печальных событий очень хочется быть рядом с семьей у меня к сожалению мама далеко в украине очень не особенно такие праздники как пасха и не хватает такой очень семейный праздник очень домашний у меня в семье сначала бабушка пекла всегда куличи на пасху потом мама пару лет пекла я уже есть пекла находясь штатах и вот как-то в году мы уже настолько во всей этой теме здорового питания настолько стало тоже образом жизни я когда перечитала мамин рецепт кулича я поняла что бы я много не буду это есть если продукты хорошие но это просто очень жирно и очень сладко то есть там очень но вспомните за то как это все было вкусно нет я может быть испеку маленькую порцию мы все по кусочку сидим сегодня мы просто говорим об альтернативной да да то есть это происходило у меня дома всегда напекалось очень много этих куличей их потом ели наверное еще две недели со всеми чаями со всем кофе который был в доме ну и как бы на самом деле тоже не совсем хорошо одно дело сесть кусочек насладиться в праздник другое дело это потом кушать много и аргитации поэтому если вы как бы хотите испечь много раздать много друзьям детей покормить да пусть это лучше будет здоровый продукт поэтому вот родилась идея я еще как бы хотела рассказать как вообще вот эти все идеи здоровых рецептов они рождаются на самом деле это можете делать сами я далеко не все пп рецепты ищу где-то я подозреваю это как каша из топора да заменяешь все потихонечку заменяешь да то есть вот этот рецепт это как бы творожная классическая пасха да можно еще не знаю может быть литература неправильно у меня в семье этот кулич называли пасха и у нас тоже пасха не пасха а пасха это именно красота а пасха это по-моему праздник пасха праздник да я нашла рецепт творожного кулича пришла еще о том что изначально вообще традиционно это будет сильно творожная из творога делали и как наши времена привычные для нас пасха и кулич поэтому я взяла рецепт творожного творога заменила белую муку творожный творог на самом деле секопнуть еще дальше это чисто языческое чисто языческий праздник как и все что взяла христианство но сегодня на здоровом питании все любим вкусно поесть и хочется здорово поесть берем рецепт меняем белую муку на какую нибудь полезную я сейчас полюбила такую спельту она именно в выпечке мне нравится она не такая грубая как цельнозерновая тоже цельнозерновая все-таки дает привкус хлеба хлеба то есть это мука на мой вкус помягчить можно добавлять еще а как это перевести спел 3 что жаль и сильно окей более того я первый раз ее увидела и попробовала свои подруги именно украины ты тогда разве и расскажи тогда и покажем сразу людям что будет вообще от этого и начинаю покажу поближе то есть раз что у нас тут будет все да извините мы как бы снимаем прямой эфир это перед нас трех камерами или помогает нам снимать но поэтому я буду поднимать повыше чтобы нашим аппаратом тоже видно значит как я уже рассказала муку заменили дальше чем мы заменяем сахар то есть нам надо будет сделать опару для этого мы должны сделать теплое молочком добавить туда дрожжи вот единственный компонент который я не брала и который не совсем в принципах пп это дрожь конечно идеально если это будет бездрожжевое но тогда это уже будет все таки а не пасха потому что пасха это стоп но дрожжи это все-таки группы витаминов b поэтому как вы будете к этому подходить и рассматривать рассматривайте что это полезно в этом варианте альтернативным это полезно и психология такая все что в рот полезло все полезно вот в молоко я добавлю я не уверена что на самом деле получится сделать опару сразу как опытный блогер предвижу кучу вопросов чтобы их предотвратить люди будут спрашивать а можно заменить на свою а можно заменить на альмонт можно заменить в общем можно заменить можно заменить на сухой или корове можно заменить на сухой молоко на самом деле вот здесь да и вот кстати у нас понимал специалист по питанию года ночью и опытный я была главным кондитером ресторане очень долго но мы все мои такие для нас и для всех подписчиков ты цена именно как практический опыт потому что я всегда говорю теория теорий без практики это гниющий друг из нас всех ты лучше всех держишь форму постоянно форме поэтому я думаю с точки зрения практики только и покажешь в принципе в принципе в моем опыте если есть такие вопросы и у кого-то например не сварение от обычного молока вы можете взять если вы настолько переживаете там цельный молоко возьмите 2 процентное молоко я доделала заменяла на молоко миндальное я не делаю ничего с соевым молоком это другая тема разговора если вам интересно мы сделаем другой игр по этому поводу сегодня не об этом но если уж коль вы уж готовите паску до дрожжам и да молоко но если надо заменить можете на сухой изменить мы сделали мы вчера готовились а мы советовались друг с другом по поводу того что в рецептуре было написано сухое молоко и там немножко виды видоизмененный рецепт и мы поговорили из моего опыта потому что я работала очень долго я знаю что вот определенное количество сухого молока можно заменить на простое там просто нужно урезать немножко количество воды и убрать все совсем но также можно сделать и с миндальным молоком ничего страшного я боюсь просто что люди нас не досмотрят мы так растянем на 3 часа давайте готовить и одновременно хорошо тогда собственно мы с молока и начнем мне нужно будет подогреть это займет буквально 30 секунд дальше мы изначально должны будем приготовить опару мне нужно будет молоко добавить буквально еще ложечку муки на самом деле просто нужно немножко как бы не только информативно но и интерактивно иначе все уснут хорошо добавляю мне постоянно пишет он сниму ролик больше чем на 15 минут ну дядь мы еще успели меня видно конечно я маленькая но как тебе наоборот должно быть все везде все везде и все и везде все и все и везде насыпала то есть мука дрожжи сейчас я добавлю чуть-чуть а сколько дрожжей сколько муки дрожжей пакетик муки и пару столовых приложек в рецепт мы выложим в любом случае сейчас я добавлю кленовый сироп да это кленовый сироп я не сильно английский мейпл можно добавлять то есть нам чтобы дрожжи подошли все-таки нужно сладость сахарозаменителем я рисковать не буду даже со стивей и дрожжи кушают соответственно я развожу кленовый сироп в молоке рассказываю прекрасно почему лучше чем мед потому что мед при нагревании не только теряет свои полезные свойства но и приобретает еще негативные свойства поэтому я не люблю выпечку с и заменять сам никогда не кладите чай в мёд тогда абсолютно мёд в чай там температура до 30 градусов допускается до 40 максимум а на сколько молочко ты подогрела я поставила в микроволновку нет такой хороший тетенький я поставила в микроволновку чтобы активизировать ну кто пичел девочки знают что нужно теплой жидкость чтобы активизировать опять все время я забываю по-русски это название как название как только 20 лет я здесь живу у меня уже некоторые слова уже натурально выдели из года и теперь это все просто мешаю и мы оставим это называется опара я вообще на самом деле с дрожжевым тестом работают честно признаюсь раз в год именно в этот день да да хороший вопрос а мы не когда праздник пасхи католическая пасхи завтра поэтому решили снять сегодня потому что я например уже вижу что у меня есть подружка в польше она замужем за поляком за католиком вот она уже сегодня выложила хэппи эстер то есть девочки которые русскоязычные наши но живут в семьях в америке здесь они будут скорее всего со своей семьей со своими детками отмечать завтра поэтому мы решили что сегодня тема актуальна я поставлю рядом с печкой потому что там уже греется и это дрожжем дрожжа надо и дальше тепло а печку на сколько включать печка сейчас разогревается на 170-180 градусов по Цельсию ну скажу так потому что нас смотрят люди различных релизий скажу так что это не тот продукт который можно кушать иудеям сегодняшний праздник в отличие например от христиан любой номинации христиан вы кушаете дрожжевые продукты но именно праздник по собор или пейсов как он называется я являюсь еврейкой мы не едим ничего что имеет в себе дрожжи поэтому мы едим без дрожжевой хлеб в этот момент поэтому все будут пробовать кроме меня ты руководить придерживайтесь религии которые придерживаюсь я я язычники верю в то что весь мир это матрица я могу есть что хочу когда хочу с кем хочу какой-то ты интересный матричный язычник это замечательно так ну собственно все пока у нас подходит по парам мы приготовим тесто то есть я сейчас просею муку по рецепту идет два стакана муки я пока что сделала чуть меньше здесь где-то стакан потом мы будем добавлять по мере необходимости а что за мука мука вот вот эти блины которые вы делаете полезно тоже вот из этой муки мы хотели конечно сегодня поговорить с вами не только о рецепте пока вот мы просеиваем и делаем вот это все мы хотели поговорить о о том, как правильно выходить из паста. Абсолютно. Вот мы хотели. Я начну немножко. Ребята подплатят. Получается, когда глобальные темы не только из паста, если вы на диете или кто-то голодает, это будет выходить. Да, давайте тогда так сделаем. Я просто ингредиенты сейчас буду плачивать. Мы, в принципе, про них сейчас быстренько закончим, что я буду плачивать. Я буду просто мешать тесто. И мы как раз в это время можем общаться лучше. То есть, ребят, я положу стелью, положу нежирный творог рикотта. Вы можете взять мягкий творог, у вас в магазинах продается. Полтора яйца, один белок я отделю, потому что он в итоге идет на помазку. Чуть-чуть добавлю ванилина. Чуть-чуть цедры. Это не обязательно. Я просто люблю лимончик в разных стелях. Болит очень хорошо. Болит свежесть. Да, он добавляет свежесть. Совсем другой вкус. Чувствуется. И добавлю сухофрукты. Да, тоже здесь совсем немного. Изюмчин. У меня было буквально... Ал, надо повыше показывать. Сейчас я поставлю. Ага. Да, да, да. Вот так вот. Три буквально 30 грамм изюма у меня было и три чернослива. То есть, сильно калорийности не прибавят эти сухофрукты, учитывая, что у нас должно получиться где-то шесть небольших пасточек. Но вкус будет гораздо пикантнее, конечно. Ну да, попадется один раз и два изюминка, и оно придаст питание. Да, но добавляет вот эту вот сладость немножко и сразу приносит другой вкус. Да, то есть я вот занимаюсь как бы делом, а продолжим продолжать. А, конечно, расскажешь нам. Ну, в принципе, что я хотела сказать. Еще где-то даже более чем 200 лет тому назад Михаил Ломоносов тогда приходил к императрице и жаловался на то, что после 7-недельного поста народ мрет. Просто мрет. В чем же дело? Они хотели разбираться. Почему так происходит? А оказывается, вот почему. 7 недель поста – это, конечно, хорошо. Люди учатся, как питаться, освобождая свой кишечник, облегчая работу печени. Это замечательно. Но что происходит потом? Когда они выходят в недельное торжество, они отжираются так, что... Все, что недели эти 7 недель, а это день. Да, то есть они реально просто не справляются ни один орган с этим, и люди умирают. Но в наши дни, может быть, конечно, не умирают, потому что все-таки медицина у нас... Пищевое отравление. Да, люди получают пищевые отравления. Люди оказываются в больнице с проблемами печени. Это первое. С их нехудрой. Желудок болит. В правом возреберье болит. Желудочные воспаляются различные проблемы. Так что же делать? Как же вот эти вот дни... Первое, что делать так, чтобы не было проблем, чтобы была польза. К тому же вот еще одна вещь. Некоторые люди смотрят на пост, как на панацею, чтобы похудеть. Это неправильно. Понимаете, то, что хорошо для Егор, не может быть хорошо для меня. Мы разные люди. Он мужчина, я женщина. У нас разное количество... Но то, что хорошо для Эллы, для меня тоже хорошо. Да, это правда. Вот. Поэтому не смотрите на это, как орудие похудения. То есть ты хочешь сказать, что это больше духовная практика? Это хорошо для здоровья. Потому что это своего рода, как вы называете, по-русски... Дисциплинируют. Да. ...разгрузочные дни. Как так люди любят. Но на самом деле я не очень люблю так называемые разгрузочные дни. Загрузочные дни. Да, я люблю загрузочные дни. Что хорошо здесь, потому что мы освобождаем, облегчаем, скажем так, работу печени. Потому что мы не едим продукты тяжелые для переваривания. Вот для чего хорошо, хороший этот пост. И, конечно, люди теряют весе, потому что не едят животных жиров столько много. Хотя животные жиры нам очень нужны. Вот почему нельзя долго находиться на такого... Особенно с женщинами. ...питании. Да. Но сейчас, как говорится, не об этом. Так вот. Моя личная рекомендация. И сейчас ребята подплатят, скажут, как они думают сами. Я скажу так. Моя личная рекомендация. Как-то, пожалуйста, вы знаете, сделайте 7 дней Пасхи. Скушать все, что вы хотите. Столы будут ломиться. Все вам яйцами чокаются туда-сюда. Яйца в день в 2 раза. Потому что то, что хорошо для человека, который постоянно кушает что-то, это не хорошо для человека, который долгое время это не ел. Поэтому моя рекомендация 2 яичка в день. Крутых, которые вы будете друг дружку приветствовать. И начинать с творога. Начинать, может быть, с греческого йогурта, скажем так. Потому что он содержит в себе много протеина. Он содержит в себе белки. Содержит углеводы и жиры. Но для переваривания он не такой тяжелый продукт. Почему раньше грудничкам, с чего начинали, давали немножко кисломолочных продуктов. И это может быть полезно. Если ребята хотят что-то, вот сейчас вы добавите. Я вот тоже читала про то, как выходить из поста. И мы скоро разместим на себе в блоге эту тему более детально. Что я знаю, почему как раз яйцо у нас на Пасху, это основное блюдо у православных, у католиков. Потому что яиц много не надо кушать. Как раз таки 1-2 в день, как абсолютно правильно Элла сказала, но это тоже является очень легким и очень правильным для нас белком, чтобы опять, продуктом, чтобы опять приучить организм переваривать белок. Потому что за долгое время воздержания у нас либо перестают вырабатываться ферменты, либо они вырабатываются в гораздо меньшем количестве, чем ранее, которые нужны для переваривания именно животного бюрка. И яйцо на Пасху. Не зря, это очень правильный продукт, с которого нужно начать. То есть не шашлыков полкилограмма, как мы это обычно делаем при хорошей погоде, выезжая сной на природу. Еще такой момент, что ворох, да, хорошо, и потом постепенно вводите все равно продукты, которые содержат в себе животный бюрок, белок, но и более легкого сварения. Рыбку, курочку, индейку. То есть самая беда наступает, вот почему, как бы, вот дала замечательную историю, я вначале рассказала, да, когда люди начинают есть очень много мяса, а у нас еще, я даже вот, если смотреть, что люди несут в корзинках, да, как бы, чтобы разгореться, это называется, там еще и колбаса, и, как правило, она свиная, и очень ширина, и очень ширина. Корчености вообще, да, любые корчености. Да, ребят, из поставок, из любой диеты надо выходить аккуратно, потому, все-таки, если вы не хотите принести пользу своему здоровью, а не навредить своему здоровью, пожалуйста, вот эти вот моменты учтите. Еще один очень важный момент в моей личной рекомендации, как человек, который занимается нутрициологией, занимается физическим здоровьем, после любой диеты, я рекомендую сделать вообще, но, и спецификой, после любой диеты, перед тем, как вы сядете за этот торжественный стол со своей семьей, такой прекрасный момент, сделайте себе огромную услугу, выпейте стакан комнатной температуры воды. Кто может, вы, да, выпейте два. Что это сделает? Это заглушит немножко ваш голод, это сглазит немножко ваш разгоревшийся аппетит при запахах, конечно, я представляю, это очень тяжело, вам это поможет, вам поможет это не, извиняюсь, нажраться, вам поможет это не свалить вот это все, блин, изобилие в желудок, и потом не загнуться на следующий день, не попасть в больницу, и, пожалуйста, маленькими порциями. Хорошо, попробуйте. Правильно Алла сказала, Егор сейчас сказал, никакой копчености. Вы нанесете огромный ущерб своему организму. Хотите мясо? Съешьте уже. Я знаю, что многие будут все равно, тогда не жарьте его хотя бы, сделайте его... Больше зелени добавьте к мясу. Да, зелени, да. И это правило касается, в принципе, любого дня. Да. Вот, кстати, еще хотела добавить, мы начали с того, как проходить из поста, да, но сейчас еще у православных спит еще неделя поста, и я знаю, что в России, в Украине у меня есть знакомые, которые соблюдают, и для людей тоже очень важно, которые соблюдающий пост все еще, очень много включать в свой рацион природного белка, растительного, да, спасибо. Растительного белка в определенных сочетаниях. Я вот недавно прочла, какой интересный момент я хотела с вами им поделиться. То есть, почему вообще, как бы, в чем сложность отказаться от мяса для людей, да? Наверное, ни для кого-нибудь есть секрет, что мясо – это незаменимый аминокислот, и те аминокислоты, которые наш организм не может произвести сам, мы должны их получать с едой. Но это не значит, что в растительном белке этих аминокислот нет, просто нету ни одного растительного белка, кроме сои, и вот еще вроде бы в че, в че, полноценный состав аминокислот, которые нам нужны. Это миф, ни в одном злаке нету тех наборов аминокислот, которые… Даже самый приближенный авокадо, ну и то, авокадо не заменит мясо, это все придумали веганам, ничто не заменит, и сравнивать, сравнивать нельзя. И даже если вы будете набирать из разных продуктов, вы все равно никогда не получите тот полноценный природный состав аминокислот, который есть в мясе. Это все… Но если правильно сочетать продукты, то все-таки, не больше, все-таки на короткий период времени, на короткий период времени, чтобы сгладить какой-то нехватку эту. Но, в принципе, за то время, которое вы будете проститься, у вас не произойдет никакого… Да. Вы не наступающий спортсмен, вы пролетите, не заметите. Самое главное, о чем никто никогда не говорит, и это самая главная ошибка, которая может вас убить, опять так же. Это мы все любим, и не только перед постом, перед Новым годом, делать себе долгий промежуток времени перед едой, перед праздничным столом. Мы думаем так, по логике. Вроде бы я там нажру, так, значит, здесь я себя как бы ограничу. Вот это самая большая и тупая ошибка, друзья. Она может вам стоить не только здоровья, но и в некоторых случаях она может вас и убить. Никогда так не поступайте. Еще один момент про яйца. Правильно сказали, там нельзя больше двух яиц в день, но это не касается обычных дней. Не путайте. Можно и 10 яиц в день съесть, но только, естественно, не после того, как вы выходите из голодания, из поста. Больше зелени, но чтобы не заморачиваться ничем, нужно просто понимать, что как вот вы, надеясь, правильно входили в пост, мы говорим о выходе из поста. Выходить в пост тоже нужно, не столько, что резко все обрубили и на этом все. Постепенно убираем все вот эти мясные продукты и потом так же просто постепенно в течение 3-4 недель потихонечку их хватит. Никаких проблем. Нельзя никогда делать резко. Почему все проблемы у людей возникают? Мы забыли, может быть это я так считаю, что любое ограничение, любое воздержание, правильно если будет сказать, это духовные практики, друзья. А вы все, как бы не хочу никого обижать, путаете одно с другим. Если вы хотите говорить о здоровом питании, это одно. Но когда мы говорим о воздержании, нужно понимать, что это духовная практика. И если вы через это будете подходить к этому вопросу, у вас вообще не возникнет никаких проблем ни с питанием, ни со здоровьем, ни тем более, что самое главное с головой. На самом деле, то, что я все-таки хотела сказать, хотелось бы про сочетание вот этих продуктов. Потому что да, возможно, это как и спорный момент, полноценно все 8-10 незаменимых админокислот. Нет, мы заменим 8-10 мы и наберем. Вообще и 20, даже по некоторым этим 21 берем. Да, их 21, но 8-10 это в зависимости от того, мы говорим о том, что мы были о ребенке. Так вот, возможно, как бы в одном продукте, кроме сои, опять же спорный момент, не соберете. Но, если уж вы это делаете, то постарайтесь в ваши приемы в пиче включать злаковые и боговые. Это даст вам вместе приближенный максимально к полноценному составу аминокислот. Если вы, например, едите только злаковые и салат, то постарайтесь, чтобы у вас на десерт были орешки. Или добавьте в салат кунжутные семечки. То есть вот эти продукты между собой их можно как бы поделить на три. Это злаковые, это бобовые и это орехи. Вот они в сочетании друг с другом дают собой практически максимально возможный, который можно получить из растительной пищи, да, приближенный к аминокислотам в состав. То есть вот, например, не совсем диетический продукт, но если мы еще говорим больше о том, чтобы получить аминокислоты, да, это бутерброд с салатом с оранженцевой пластой. Вот там будет максимально приближенный состав по аминокислотам. И кого интересует, конечно, можно саплиментировать. Потому что сейчас все есть. Я вечно сейчас сама принимаю резин. БЦА всегда выручат вас в любой ситуации. Ну я сейчас не пью БЦА, поэтому я нормально как бы сейчас без них обхожусь. Поэтому я принимаю сейчас резин, просто чтобы удостовериться. Потому что резин, например, для женщин особенно, это очень важнейшая аминокислота. Наши волосы, красота кожи, все это глагает. Маленькое лирическое отступление. Почему я никому не советую пить отдельно добавку резин? Потому что у многих это может вызвать серьезные проблемы. И БЦА, нужно понимать, это вообще единственная добавка, которая используется в практической медицине. С тех пор, как при болезни анорексии практическая медицина во всем мире стала использовать БЦА, на 40% снизилась смертность. Но вы должны понимать, почему БЦА, это три аминокислоты, из которых преимущественно состоят мышцы. И я никому не рекомендую, ну, была там выступающая спортсменка, это как бы на ее совести. Должно быть 2-1-1. Только такое, ну, нумелируйте, как это слово я забыл. В общем, когда вы принимаете БЦА в составе 2-1-1, это идеальное сочетание с точки зрения медицины. Потому что вот будет негативные стороны лейцина, болин и изолицин будут их гостить. Это нужно знать и понимать. Поэтому я бы не советовал лейцин пить отдельно. А большому человеку. потому что у вас это все достаточно развито и недорого. Я пошла реально просто к своему эндокринологу. Единственная аминокислота, которой у меня было немножко не хватало, это был лейцин и я принимаю его в супрементацию. Много лейцин мы писали об этом. Есть в том же твороге, в мясе, незаменимый, опять же, продукт. Поэтому, прежде чем вообще что-то делать, посоветуйтесь со специалистом. Конечно. Вообще, конечно, вот тоже хороший момент. У Егора свой взгляд. Более как спортсмена, да, со стороны спортсмена. Со стороны девочек. Девчонки, кто постится или кто думает о вегетарианстве, да, как опция для себя. Вы еще помните, что протеин, вот все кричат, протеин, 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 это мышцы. И, как бы, я слышала несколько раз от девочек, что, а я не хочу мышцы, я хочу быть просто худенькая, поэтому не нужен ни протеин, я не буду его кушать. Дело не только в мышцах. Протеин, аминокислоты, из которых состоит, протеин, да, 21 аминокислота, это строительный материал для всего нашего организма. Для всех клеток, которые есть. Это наша кожа, это наши волосы, это наши ногти. Все, абсолютно все. Да, то есть, когда мы не следим за этим и бездумно отказываемся от мяса бездумно, это сейчас подчеркивает. То есть, можно как-то отказаться от мяса, но только с умом. Когда мы это делаем бездумно, мы рискуем, что мы получим дефицит. Витамина Д, мы рискуем получить дефицит. Витамина В12, мы рискуем получить дефицит. Железо, цинка, все это чревато в итоге сбоями наших гормонов, которые для женщины важны в квадрате, да. Поэтому, девчонки, если… Анемия. Анемия, конечно же. Да, девчонки, если уж вы решили как бы попробовать, да, или поз, или какой-то, назовем это разгрузочной дефицитой, поддержать какое-то время от употребления животных белков, пожалуйста, делайте это с умом, не кидайтесь в это как головой. Ну что, опара потихоньку подходит. А как понять, что она подходит? Она поднялся чуть-чуть. А, вижу, да. Она увеличилась, поднимается. Да, да. То есть, на самом деле, я сейчас немножко, чтобы не задерживать время, рискну. То есть, если бы я готовила дома, я бы дала ей чуть-чуть уже постоять. И вообще, как бы, так, приоткрою уже завесу, я вчера эти куличи приготовила, они у нас уже лежат готовые. Потому что это процесс, это процесс долгий, Пасха. Вот это Пасха менее долго. То есть, в рецепте моей мамы, там еще надо, чтобы тесто пару раз проходило. Усталось, подходило, отсталось. Всю ночь наши бабушки готовили. Да. Но у них не было кухонного комбайна, он на меня рассылал. Потому что еще был процесс, я помню, у меня мама с бабушкой через одну, пока не устанут руки, вымешивали тесто. Вот это вот. Сейчас, конечно, кухонные комбайны спасают. Да. Поэтому, я сейчас рискну, я вижу, что вот практически, видите, пошел процесс, да. То есть, пошел процесс брожения. Поэтому, я добавляю дрожжи в тесто. Я уже туда положила все остальные границы. Да, да. Так, а у нас тут один эфир завершился. Так, запросто. А что, час прошел? Не, наверное, не прошел. Что такое написано? Не завершил. Это кто-то вышел просто. О господи, это разве один час? Нет, там уже выходило, приходило много. У нас без технических моментов. Нет, все идет. Идет. Нормально, да? Да. О чем мне сделать вот это нажать? Ничего не было. Посмотрим. Не надо. Окей. Ну, вы засеките время, чтобы час не прошел. Еще есть два минуты. Смотрите, девчонки, что... Ну, я думаю, что девчонки, потому что все-таки вряд ли... Спасибо, Егор. Ну и мальчишку, привет, если что. Вряд ли мужчины будут это заниматься. Будут это готовить. Да. Я сейчас не буду дальше делать процесс. Я просто расскажу, что я буду делать, объясню почему-то. Потому что сейчас нужно включить комбайн на достаточно высокую скорость. Хорошо это все замесить. И я буду по мере того, как тесто замешивается, добавлять еще муку. То есть тесто должно быть такое, не сильно кустяно, чтобы вы могли сделать шарик. Потом шесть шариков. Я сделаю всего этого количества. Я покажу, куда я их планирую отравить. Да. А где ты взяла такие красивые формочки? Формочки заказала на Амазоне. Ничего себе. Амазон. Преклама. Это вообще моя боль, находясь здесь. Я в том году собирала жестяные банки. Правда, как моя бабушка. Потому что, живя в Америке, очень тяжело купить формочки. Они чем классные? Здесь, ребятки, в России и в Украине у вас в таких любых варианциях, красивых цветах. То есть, почему я люблю эти формочки? Все равно в Америке не можно что-то купить. Нет, но можно купить. Ну вот на Амазоне же купили. Амазон. Это на самом деле произведено в Италии. Это для итальянских каких-то дезертов. И для нашей Пасхи они низковато. Понаполоны, абсолютно верно. Да, это понаполоны. Я нашла формочки для нашей Пасхи. Заказала их. Но мне их, честно говоря, жалко вот так просто расходовать. Я их уже именно в наш праздник использую. То есть, это понатончики. Я сделаю у таких вот 6 штучек. То есть, получившееся у меня тесто, куда я добавлю еще буквально туда пойдет до 100 грамм муки спельтовой, я добавлю изюм в последнюю очередь. То есть, я его еще не добавила. И потом раскатаю руки, смажу маслом. То есть, масло, заметьте, кстати. Рецепт совершенно не жирный. Не использовалось. Но я смажу сами. Вот это да? Это жарики. Не-не-не. Это белок, который остался на маску. А масло я буду использовать вот такое, самое обычное, авокадное. Просто оно, во-первых, очень полезное. Во-вторых, просто чтобы я смогла жирными руками смазать эти шарики, замесить и чтобы они потом легко, ой, спасибо. Чтобы они потом легко от формочки отошли эти пасочки, потому что, опять же, из эксперимента вот тяжеловато у нас откроется. То есть, вот это, ну как, финальный процесс. Я это все сделаю. Естественно, не в прямом уже эфире. Когда вы разложите тесто по формочкам, надо будет, чтобы оно подошло. То есть, вот тут два таких момента, когда надо ждать. Первый момент, когда мы ждали, чтобы подошла опара. Второй момент надо будет ждать, когда вот сейчас до месяца тесто и мы его разложим по формочкам. Я Егору обещаю все это отфотографировать. А как ты еще скажи, когда поймешь теперь уже, что тесто уже готово? Сколько нужно ждать? В принципе, мы можем это сделать. Давайте, наверное, у нас еще есть 15 минут эфира. Давайте сделаем. Я поставлю в компайн. А изюм, вот это все, это вообще самое последнее. Да, да, да. Вмешиваешь. Ты просто вмешиваешь. Самое главное не делать вот так, а просто вмешиваться это все, чтобы и валить тесто. Будет громко, нам будет тяжеловато говорить. Комбайн. Ты где делай, да? Перенестимся в этот угол. Да, то есть комбайн делает за меня всю работу. Комбайн делает эту работу. Все, что нам нужно, это немножечко еще постепенно. А лучше добавляем. Добавлять муки. Я, наверное, все-таки возьму ложечку, чтобы не слепануть. Хорошо. Бывают лишние углеводы. Кстати, ребятки, я примерно просчитывала... Ну, это зависит от того, сколько вы положите муки. Вы вряд ли ее положите больше, чем 200 грамм. Да, и в зависимости от того, какую вы муку будете использовать, вот это и будет калорийность этого продукта. То есть поделите то количество муки, которое вы положите на 6 пасочек, или вы можете сделать 3 пасочки, если у вас форма больше, да, потому что у меня формочки вот маленькие, у меня получится 6. Вы можете сделать больше. И таким образом вы сможете посчитать калорийность своего халачика. Если вы сделаете, например, один большой, то посчитайте, сколько у вас получился вес. Разделите его на скипочки, на всю семью, на членов семьи, да. И, соответственно, вы тоже поймете, какой калорийность его съели. Если это для вас важно, вы за этим снимите. Тут некоторые угорают. Самое обычное авокадовое масло. Из России особенно. Продается в магазинах. Я знаю, что продается, но у нас дорого. Самые обычные язычки калибри. Просто я очень полюбила авокадо, когда сюда переехала. Это настолько полезно для нас. Мы тоже. И слава Богу, нам он доступен. Я не ожидал, что я полюблю его. Я знаю, что, к сожалению, в наших странах это не так всего. Дорого, как люди говорят. Дорого. И не свежие. Я еще почему люблю масло авокадо для выпечки? Оно без запаха. То есть я раньше использовала оливковое масло, но, честно говоря, немножко дает запах. А я люблю авокадо, потому что его можно съесть сколько хочешь и нет тяжести в животе. Ух ты. Это потому что ты можешь съесть много. Потому что ты большой. Да, да. Так, ну вот сейчас как-то. Не, наверное, еще чуть-чуть надо. Сейчас мы покажем вам, какой консистенции. Уже как вы просто понимали. Духовка уже ждет. Заждалась. А тут еще есть вот эта, да, мультиварка присутствует. У нас тоже есть шикарная мультиварка. У нас не мультиварка. У нас не мультиварка. У нас этот лоус, лоу кукер. У нас не разу три года не использовались. Мы же выговаривали на эту тему. Мы используем. Ты куда? Да. Именно слоу кукер, да? Нет. Я мультиварка. А у меня нет мультиварки. Слоу кукер. Ты все наложил туда и пошел себе гулять. А что наложил-то? Мясо, овощи. Мясо, рис, овощи, рыбу. Что можно? Ну возьми и положи. Мас-дискуссия. Мас-дискуссия. Прошла. Выше меня в гостях. Люди не любят поапожрать, что называется. А готовить не любят. Да, да, да. Говора вокруг нет и всегда. Вообще в идеале, конечно, если у вас есть повар ваш личный. Да, 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 да. Вот, вы видите? То есть тесто не должно быть очень крутое. Как бы ошибка. Многие добавляют сильно много муки. На вид так мало? Ну и пасочки небольшие. Она взойдет. Она взойдет. Вот что взойдет. Столько времени сратишь. Надо уж побольше делать. Если вы забьете. То есть смотрите, что я сейчас делаю. Тогда я просто руки смазываю маслом. Вот. И прям как бы руками в масле. Может быть, конечно, можно было покруче. Но, в принципе, вот у меня шарик получается. А изюмчик? Ой, кстати, Егор, слушай, молодец. Да, ты не мешала. А я ж не была, ты собираешься у меня. Я не мешала изюм. А цедру? Я не заметил, когда ты туда бросила. Раньше, да? Да, цедру бросила. Да, цедру можно бросать сразу. Изюм лучше в конце. И уже вот так вот как бы ложечка. Он тяжелый. Да нет. Просто чтобы его не перемолоть. Да, да, да. Изюм я заранее тоже. Чтобы мы сегодня время не тратили. Хотя, что там есть. Если вы кидаете изюм, чтобы он переварился. То есть из теста. Его не будет чувствовать. Его надо тогда в этом, чтобы наложить в этой штуке. И опять же, да. Мы работаем с дрожжевым тестом. Изюм может помешать тому, чтобы пасочки взошли. То есть его не должно быть много. Сильно много нельзя. Пишут, не оставляйте Егора голодным. Я же уже приоткрыла завесу, что пасочки готовы со вчерашнего дня. Да я вот уже вышел. Я все время возле теста. Вы боитесь, если мы вас ставим голодным на след? Да. Это факт. Их нажим. Да. Егор пост не соблюдает. Сейчас мне придется испачкать бутылку. Давай я тебе. Ну все, уже поздно. Уже поздно. Обычным авокадовым маслом смазываем руки. Обычным авокадовым маслом. Ну, извините меня. Каждое время. Извините, что мы так счастливы в доступности авокадо и масло из него, что я… Видать, то, что санкции вводятся на авокадовое масло, не действует. Что дает, кстати, творог, да? Почему в этом рецепте творог? Ну, вот руки надо постоянно смазывать, потому что у меня уже… Что дает творог? Давается творог. Творог дает вот эту мокроту тесто. Вот сейчас мы разрежем готовые паски. Вы посмотрите. По сути… Да. Вот на английском. То есть паска, она в идеале… Нужно еще одна ложка чуть-чуть себе помогать. Паска, она в идеале такая мокренькая. Я вот не люблю паски, которые… Пропитанные. Вот оно слово. Такое оно получается. Да, да, да. Я не люблю паски, которые… Сухие. Сухие. Они засыхают очень быстро. Такие, знаете, магазинные современные. Ой, да. То есть у моей… Я не извиняюсь, мы здесь покупали паски бразильские. Это… 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 Это итальянский. Это очень вкусно. Это итальянский рецепт. Это очень похоже на то, что делала вот именно моя бабушка. Да. Ну, у них и похоже, да. Прям вкусно. У них очень похоже. Мы все там где-то… Очень популярные. Где-то рядом. А если добавить сюда рома, будет ли это ромовая баба? Нет, ромовая баба немножко по-другому. Да, там пропитывается суши. Кстати, интересно ромовую бабу сделать. Я ни разу не делала. Но она сладкая все-таки. Именно ромовая баба. А она ромовая баба называется… Потому что имя там ром или это? Серьезно? Она пропитана ромовым. Очень пропитана с сиропом сладким таким, знаешь. Ее убивают сверху пропитанные. То есть ее может даже накрыться чуть-чуть или нет? Ой. Да? А если переехать в Колорадо и использовать то, что там разрешено, то вообще классно. Да, да, да. Сейчас уже и масло разрешено. Ну, в общем, ребята, у нас вместо сливочного масла в тесте творог нежирный… Что-то ты уже селеем волосы. Ну, я же вот-вот. В работе, я же в работе. Паша, Паша, человек. А мы… Ассистенты должны волосы убирать. Понимаешь? Слева, 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 права. А, полоса. Один, нормально. Ну, вот, на самом деле, понимаете, для женщин, что самое главное? Красота. Снимаем эфир, надо быть красивой. Конечно же, волосы надо убирать, девчонки, на кухне. Тогда весов не будет. Вот. Теперь я их ставлю. У меня уже духовка разогрета. Я их ставлю сверху. И вот второй момент, когда опять надо ждать. То есть, ну, все равно даже ФП, Пасхи, это, к сожалению, терпение. Я пока, быстренько. И сейчас, я не знаю, успеем мы или нет, но сейчас вот они точно так же, как подходила опара, они начнут подходить. Им надо, ну, от 15 минут до получаса. Это зависит от температуры. И тут, на самом деле, мы сейчас рискуем, потому что, когда подходит тесто удобное, должна быть тишина. Да. Меня всегда, я помню, бабушка Багарина. В смысле? Почему? Они колебленцы от того, что... Да ничего себе! Да, да. Поэтому, поэтому, есть риск, что, на самом деле, не получится. Все за ней. Взорвется. Я позитивная. Рассаживочка. Все взойдет. Фантастика. Мы вчера долго обсуждали этот момент, как мы это будем делать и как мы это будем заменять. Я позитиваю вам. На самом деле, вот такая вот красотища. Алла Волшебница, она заранее уже все сделала и второй раз специально для вас показала. Вы можете посмотреть, насколько это красиво. Ай! Давай я сейчас разрежу, чтобы... Насколько, Алла, вот то, что вот сверху... Это что, это из белка, да? А, вот насчет сверху. Смотрите, ребятки, опции разные. Вот то, что сейчас у меня. Что правильно. Вот у нас осталось одно яйцо. Взбиваете его. Можно добавить еще чуть-чуть. Вам одного яйца хватит, но бывает, что одно яйцо тяжело взбить. Добавляете или еще белка, или взбиваете белок одного яйца. Добавляете щепотку соли сначала и лимон. Тогда белок забьется и без сахара. Но для этого яйца должны быть холодные. То есть я сейчас не совсем правильно сделала, что я оставила вот на столе. То есть все. А чтобы у сладеньких было что-то добавляешь? Сиропчик тоже потом? Потом я в итоге все равно добавляю стевию. Ага. Да, стевию. А можно добавить не стевию, а тот же кленовый сироп? Да, да. Вот сюда, кстати, можно и мёд добавить. Потому что это уже не... Не готово. Не готово. Не подвергаем горячей обработке. Ну, в идеале зависит от вашей консистенции. То есть делают по-разному. Как бы намазка. Я почему-то не сильно даже делаю на этом акцент. Намазка это уже у каждого есть как бы свое. Кто-то очень любит. Кто-то не любит намазку. Я, честно говоря, не люблю. Даже с детства никогда не ела. Я очень люблю. Никогда не ела в верхушке и не знаю почему. Да? Я очень люблю. То есть я уже... Потому что извините, раньше они делали как-то их из сахара что-ли. Я тоже это не люблю. Корм. А когда вот так, оно такое нежное темно. Да. Это фигня. Кто-то делает сахарная глазурь, но... Мне не нравится. Там... Она сахарная глазурь, она потому что там сахар, лимонный сок. Ну, в общем, рассказывают, что вот это, да. Вот это взбитый белок с лимонным соком, с чуть-чуть щепоткой соли. Когда он чуть-чуть начал взбиваться, я добавила стевии. Сейчас, да, разрежем, попробую. Я добавила стевии. И это была такая консистенция, но не скажу, что до пиков. До пиков, конечно, без сахара не получится. Не до пиков, но я намазала и поставила еще на уже остывающую духовку минуты на 4. Пики это такие вот, когда взбиваешь, а мы стоим. Гуголь-гуголь ел, где все. Ну, в самом деле, яйцо, хлеб кидал. Безе, знаешь, это безе. Безешки делают. Вот это пик. Вот это пик, да. То есть, когда... Ну, это как зефирчик такой. Очень плотно взбивается. Очень плотно взбивается. Так плотно не взольется, конечно, без сахара, к сожалению. Но вот хватило на то, чтобы покрытик поставить в духовочку, и оно вполне красиво припиталось. Припиталось, да. Ну и что там внутри, давайте. Сейчас давайте, наверное, тоже нам снимешь, как они в разрезе. Нет, нет. Ты же будешь пробовать, это же надо снять. Да, да, да. Момент фана. Это же момент надо заснять. Я боюсь захлебнуться слюной. Румяненький такой. Мне, кстати, что еще нравится, да, из-за того, что... Красивый такой внутри. Из-за того, что... Смотри, какое тесто именно, да, консистенция. Они не такая вот, как... Очень близко именно к Пасхе. Причем вот к Пасхе, которую моя мама делает. Молодилась. Потом еще такой момент, мне нравится цвет очень сильно. Да, мне тоже. У меня мама делала Пасху на одних желтках. И за счет этого... Только на желтках все делают грамотно. Только на желтках. Она тогда долго... И помнишь, какой цвет у нее? Да, и вот у нее цвет тоже темненький. Она не светлая. Да. Но если... Вот такие. Моя бабушка делала вот такие Пасхи. Если я смогу... Всю ночь. Я на следующей неделе все-таки такую, ну, небольшое количество Косочки. Мы все придем. Мы все придем на Пасху. Мы все придем на Пасху. Мы не уйдем. Мы не уйдем. Пока не попробуем. Ну вот сняли бумажечку. О, спасибо. У меня как главного не устало. Где-то 20 углеводов там. Да. У нас 20 их тогда съесть. Ну, она наверное... Думает. 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 Что вы ждете? Я говорить ничего не буду. А, окей. Все, друзья. Голова шатается. Ну, когда она тебе, сладкая или нет? Вот, скажи. Всем пока. Увидимся в следующий раз. Нет, я честно... Не сладкая. Вот я не люблю... Моя жена не даст соврать. Я очень не люблю, когда сладкая там или очень соленая. Как раз вот... Да? Нормальная тебе, да? Ну, мы Юля сейчас тоже это не попробовали. У нас были закладывали. Но вот что Алла сказала, это удивительная консистенция теста. Посмотрите. Я не люблю, когда слипается, знаете, вот так вот... Эти американские... Что там вообще что-то слипается. Как называются вот эти их не такие? Брауни. Ой, я вообще не вижу такое. Все сладкое. А вот это... Живешь... Юлечка. Спасибо. За кадром. Cheers. Молодец Алла. В общем, расскажу как бы честно и откровенно, как есть. То есть, я вчера попробовала кусочек такой паски. На мой вкус все-таки маловато было сладости. То есть, я вчера... Я вчера положила ложку стевии на все количество. Поэтому сегодня мы уже модифицировали этот рецепт. Как бы я это учла. И мы сегодня положили две ложки стевии. И я сегодня же выложу этот рецепт у нас в блоге. Я вам напишу две ложки стевии. После того, как я попробую все эти кусочки, тех вот пасты, которые подходят. И убежусь, что две ложки стевии это хорошо, это правильно, это вкусно. Вот, к сожалению... Ну, не к сожалению, может быть, это даже интересно. Когда мы модифицируем вот такие классические рецепты, есть такие моменты, что нужно подобрать количество сахарозаменителя. Но когда мы... Вот его и нравится. Мне тоже. Я не люблю сладкое. Мне тоже. Я люблю сладкое. Так, ну собственно, очень важная вещь. Никогда не бойтесь экспериментировать. Да. Да. Но не получится у вас. Прекрасно будет... Вот наверняка есть такой человек. Кто ест. Который все равно. Нет, девченки, на самом деле... Вообще, семейная жизнь, друзья, главное в эксперименте. Да. Они получились, они мне нравятся именно по консистенции теста. Да. Регулировать сладость, это уже дело в курсе. Поэтому вот сегодня положили чуть больше стиви. Смотрим, что получится. Спасибо, что смотрели. Да. Спасибо. Если нет никаких вопросов, давайте... Спасибо. Али. Просят повторить рецепт. Вы напишите, да? Мы рецепт выложим на YouTube-канале. Я выложу это на YouTube-канале. Да. Ала мне даст рецепт, вы сможете у нее... И запись останется. Ну, скажем... Егор, ты можешь точно так же в живом виде... Видео, по-моему, это нельзя сделать. Мы можем с тобой снять коротенькие сторис. Где ты дашь ссылку на наш канал. И будут заходить девчонки. Да, да. С моего YouTube-а будут заходить к вам. Я же там даю ссылки. Ты мне напиши все. Тогда быстрее выкладывай. Да я хоть завтра выложу рецепт дай. Потому что... Мы сегодня ставим. Сегодня же рецепт. Скинешь мне рецепт? Скинешь мне рецепт? В общем, не переживайте. Все будет. И рецепт, и все. Да, все будет. Поделимся. В любом случае, как всегда, мы с Аллой будем говорить. Пишите нам, ребята. Пишите. Самое главное, задавайте вопросы, что вы хотите увидеть. Потому что... Нравятся ли вам наши эфиры втроем? Что бы вы хотели, чтобы мы вам встречали? Или бы вы хотели, чтобы я один только вы. Шучу. В общем, пишите, что и как вы хотите. Потому что любой канал, неважно, Instagram, YouTube, Twitter, он интерактивен, только когда активны подписчики. Мы часто даже тему поста выбираем, прочтя какой-то вопрос. Да. То есть вы нас спросили, мы подумали, что это, возможно, будет интересно более широкой аудитории, и мы размещаем пост, отвечаем на какой-то определенный вопрос. Мы не можем знать все. Очень часто задают вопрос, который ты не знаешь. И берешь время, там, неделю, иногда и месяц, на изучение этого вопроса. И потом доносишь до вас. Всем пока. Да. Любой из тех рецептов, которые можно готовить на любой из праздников. Вы можете экспериментировать, что-то добавить, что-то убрать, сделать по-своему. Делитесь с нами. Да, кстати. Кстати, да, можете своим рецептом поделить. Кто знает, тоже хороший рецепт, правильный и полезный для здоровья маски. Пожалуйста, делитесь с нами. Присылайте, девчонки будут их выкладывать у себя в инстаграм ссылкой на вас. Это, кстати, очень хорошая практика. Ну что, всем пока. Всем пока. Увидимся, как всегда, в следующий раз. Всем привет. Меня зовут Виталий Фатеев. Всем подписчикам канала Heavy Metal Show большой респект отдельно Георгию за его те видео, которые он выпускает. Я смотрю то, что очень прогрессивно и идет большой объем информации, в котором просто можно заблудиться. Он может найти все ответы на ваши вопросы. Скажу вот что. У меня появился свой канал, который вы можете тоже найти на YouTube. И у меня уже есть первое видео, которое я снял совершенно недавно и тоже смонтировал. Специально для вас. Соходите, подписывайтесь. Меня зовут Виталий Фатеев. Я профессионал IPB. Занимаюсь бодибюдингом. И что, желаю вам прогресса, новых результатов в спорте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok